друзья привет приветствую вас на своем канале сегодня мы будем готовить рыбные котлетки из лосося с брокколи это потрясающее мое самое любимое сочетание таким образом они получаются очень сочные и нежирные а также я предлагаю вам дополнить их соусом это кстати один из классических французских соусов который очень часто подается к рыбным блюдом это соус из щавеля ну что ж пойдемте на кухне и давайте уже скорее готовить вместе полный список ингредиентов как обычно вы найдете в описании под видео нам потребуется филе красной рыбы я в свою очередь взяла форель полтора килограмма и для начала нам нужно удалить из нее все косточки вот таким образом с помощью пинцета далее удалите оставшуюся жировую пленку таким образом котлетки будут менее жирными так нам нужно будет обработать каждый кусочек филе затем снимаем и убираем кожу у вас должен быть остро заточенный нож и как вы видите это делается очень просто затем нам нужно нарезать этот кусочек филе как и все последующие мелким кубиком посмотрите как я это буду делать я нарезала это филе посмотрите какие кусочки у меня получились вот такого размера нам понадобится таким же образом нарезаем всю оставшуюся рыбу и затем перекладываем в глубокую чашу далее нам потребуется одна большая луковица либо две средних нарезаем ее мелким кубиком посмотрите вот такого размера я нарезала весь лук теперь я его перекладываю в чашу в которой находится рыба также нам понадобится брокколи 400 грамм можете использовать замороженную в том числе если вы используете замороженную то просто разморозьте ее при комнатной температуре удалите лишнюю влагу и нарезайте также мелким кубиком если вы используете свежую то отварите ее до полуготовности и также нарежьте мелким кубиком нарезанную брокколи я также перекладываю в чашу в которой находится рыба с луком также я добавлю укроп он очень хорошо сочетается с рыбой нарезаем мелко перекладываем в чашу с рыбой и сейчас наша задача перемешать все ингредиенты но как вы видите моя чаша недостаточно глубокая для этого хотя я думала что будет достаточно поэтому я буду использовать более глубокую чашу позаботьтесь об этом заранее хорошо перемешиваем все ингредиенты затем добавляем две щепотки соли свежемолотый черный перец вновь перемешиваем все ингредиенты теперь добавляем одно яйцо перемешиваем все ингредиенты с яйцом попробуйте фарш на вкус для меня было недостаточно соли я добавила еще и конечно перемешала затем я добавляю одну чайную ложку крахмала вы можете использовать кукурузный либо картофельный крахмал перемешиваю обязательно с фаршем его распределяю равномерно с помощью крахмала таким образом наши котлеты будут более сочные потому что при приготовлении сок из них не будет вытекать останется весь внутри и так фарш готов теперь приступим к приготовлению котлет мы будем запекать их духовке таким образом они будут еще более полезными нам потребуется противень застеленный пергаментной бумагой далее смочите руки в воде и скатайте вот такие шарики это будут наши котлетки выкладываем на противень без использования маслом потому что красная рыба всегда достаточно жирная и лишнее масло нам не нужно использовать формуем котлетки и заполняем весь противень котлетки готовы вот такое количество у меня получилось теперь мы будем выпекать в предварительно разогретой духовке на 200 градусов на нижнем ярусе в течение 30-40 минут а пока наши котлетки выпекаются мы приготовим соус который будет идеально их дополнять нам потребуется лук шалот у меня вот такого маленького размера но возьмите одну среднюю луковицу этого будет достаточно нарезаем мелким кубиком если у вас нет шалота вы можете использовать любой другой лук более сладким вкусом далее нам понадобится пучок свежего щавеля у меня вот такие крупные листья обязательно нужно удалить стебель щавель в этом соусе придает особенную кислинку которая так хорошо сочетается с рыбными блюдами если сейчас не сезон щавеля и у вас нет его под рукой вы можете заменить его шпинатом и уже в готовый соус добавить несколько капель лимонного сока тоже будет очень хорошо также нам понадобится 250 миллилитров белого сухого вина по вашему вкусу и 200 миллилитров сливок жирных начнем приготовление соусом для этого 50 грамм сливочного масла растопите в сотейнике добавьте нарезанный лук шалот и обжаривайте его в течение нескольких минут на среднем огне будьте внимательно чтобы лук не подгорел добавляем одну чайную ложку сахара затем половину чайной ложки соли перемешиваем далее добавляем 250 миллилитров белого сухого вина от вина будет зависит вкус и аромат нашего соуса поэтому выбирайте то вино которое вам нравится доводим эту смесь до кипения и выпариваем в течение одной минуты алкоголь из вина затем добавляем нарезанный щавель щавель как и любые листья готовятся очень быстро для того чтобы не потерять свои витамины и свои свойства поэтому прогреваем его со всеми ингредиентами в течение двух-трех минут затем добавляем 200 миллилитров жирных сливок хорошо перемешиваем все ингредиенты сливки нужно прогреть и после того как появятся первые пузырьки закипания мы убираем соус плиты соус почти готов посмотрите вот он закипел перемешиваю и убираю затем погружным блендером взбиваем наш соус до однородной структуры соус почти готов нам нужно добавить свежемолотый перец в него также я добавлю небольшое количество белого перца и для пикантности добавляем маленькую щепотку каенского перца хорошо перемешиваем соус у соуса довольно жидкая консистенция используйте его с любыми рыбными блюдами он идеально их дополняет и продает особенные ароматы шарма и вот наш соус готов 40 минут прошло посмотрите наши котлетки тоже готовы какие они красивые и ароматные теперь приступим к подаче нашего блюда наливаем небольшое количество соуса и выкладываем по центру котлетку я также добавлю небольшое количество листиков лимонного тимьяна они придадут особенный аромат этому блюду по желанию вы можете добавить несколько горошинок розового перца сверху я добавлю несколько капелек оливкового масла extra virgin итак наше блюдо готово эти потрясающие вкусные рыбные котлетки с французским соусом из щавеля приятного вам аппетита друзья и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»